Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида. И сегодня мы будем читать 40-й псалом. Этот псалом написан во время гонений от Ависалома. Здесь, в 5 стихе, мы видим исповедание Давида о своей греховности. А в 10 стихе говорится о том, что некий человек совершил измену по отношению к Давиду. Это Ахитафел, который поддержал восстание Ависалома против собственного отца. В синодальном переводе этот псалом имеет надписание начальнику хора, псалом Давида. А в септуагенте, значит, и в славянском, надписание в конец, то есть здесь есть пророчество в последних временах, и псалом Давида. А в еврейской массоре надписание управителю псалом от Давида. Ле Давид. Псалом начинается словами «Блажен, помышляющий о бедном и убогом. В день бедственный избавит его Господь». То есть, когда мы при благополучии думаем о тех людях, которые живут неблагополучно, то это является залогом того, что когда мы будем находиться в положении неблагополучном, Бог, Господь, позаботится о нас. «Блажен, помышляющий о бедном и убогом, в день бедственный избавит его Господь». Все очень логично. Мера того, как мы относимся к другим людям, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. И как в книге «Притч» сказано, пущенный по водам хлеб возвращается к человеку, который пустил его по водам. «Господь да сохранит его и сбережет ему жизнь, да живит по-славянски и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его». Вот это уточнение, что даст ему блаженство на земле, как бы усиливает восприятие блаженства на небе. То есть, если на земле Господь дает блаженство, то тем более он даст и на небесах. Здесь есть некая двойственность в этом уточнении на земле. Господь да поможет ему на одре болезни. Он помогал бедным и убогим, он мог навещать больных, и когда он сам оказывается на болезненном одре, Господь помогает ему. «Ты изменил все ложе его во время болезни его». По-славянски «изменил», «обратил», то есть как бы развернул. Афанасий Великий и Феодорит предлагают такое решение, что это сказано в значении «ты непременно изменишь, то есть исцелишь». «Я в этом вполне уверен», как бы говорит Давид, «если и я окажусь на одре болезни». «Господь да поможет ему на одре болезни его, то есть тому, кто помогал другим». «Ты изменил», то есть переменил состояние его недуга, все ложе его во время болезни. «Его», Феодорита Зигабен пишет, «сделав его здоровым и ненуждающимся в постели». «Я сказал, Господи, помилуй меня», 5 стих, «исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобою». Здесь покаяние Давида, покаянное чувство, оно наполняет многие его псалмы. «Враги мои сказали о мне, когда он умрет и погибнет, имя его», то есть они не могут дождаться, когда с этой жизненной сцены не сойдет Давид. «И если кто приходит видеть меня, говорил неправду в сердце своем, он собирал беззаконие в себе, а когда выходил он вон, то сговаривался вместе, то есть с теми, которые умышляли против него». То есть люди вели себя лицемерно в присутствии царя, а когда выходили из дворца, они давали волю своей злобе. «Против меня шептались все враги мои, на меня замышляли зло». То есть то, что они не решались сказать царевым лицом, они вот шептались за его спиною. «Слово законопреступное составили на меня, говоря, «ужели лежащий снова восстанет?» То есть неужели заболевший переживет исцеление? Вот такая ярость наполняет их сердца. Это пророчество о Христе. Почему это пророчество о Христе? Когда иудеи убедились, что Христа положили во гроб, они могли произнести эти слова. «Уже ли лежащий снова восстанет?» Они привалили камень ко гробу, поставили печати, выставили охрану, чтобы никто не украл тело и не сказал бы, что он воскрес. «Уже ли лежащий снова восстанет?» Но смерть не сможет задержать Христа в своих объятиях. Для нее это совершенно невозможно. Здесь мы видим как бы вот то, что происходит со Христом и то, что происходит в жизни Давида. Как бы это пересекается. «Ибо и человек дружественный со мною, на которого я надеялся, который ел хлебы мои, поднял на меня пету мою». А мы с вами уже определились, что речь идет об Ахитофелле, который действительно был в окружении Давида и поднял на него пету свою. «Но в применение ко Христу это и Юда, ибо и человек дружественный со мною, то есть один из апостолов моих, на которого я надеялся. Христос поручил ему сбор цедаки, то есть милостыни, который ел хлебы мои на тайной вечере, поднял на меня пету, то есть восстал». Иисус Христос сам прилагает это пророчество к июде предателю. Смотрите Евангелие от Иоанна, 13-18, книгу «Деяния святых апостолов», 1-я глава, 16-й стих. Сам Христос цитирует эти слова в их применении к июде. «Ты же, Господи, помилуй меня и восстанови меня, и я воздам им». Здесь уже Давид как бы выходит на передний план. «И с того я познаю, что ты благоворишь ко мне, если не восторжествует враг мой надо мною». Главный враг, который над всеми нами, это, конечно, дьявол. Христос совершает победу над властью дьявола именно на кресте. И далее мы читаем. «А меня ради незлобия моего ты принял и утвердил меня пред тобою вовек». То есть он говорит, что Господь его избрал не потому, что он безгрешный, а он незлобивый человек, незлобивый человек. У него нету коварства в устах его. И Господь это увидел и оценил это, и принял и утвердил его пред собою вовек. То есть сделал непоколебимым в любви Божией, имеется в виду обетование, о котором излагается Второе Царство, 7 глава, 25-26 стих, что на престоле Давида не оскудеет его потомок. И главный потомок Давида, который не оскудевает на престоле Давида, это Христос Иисус, потому что дом Давида царский пресекся. Евреи потеряли возможность управлять своим народом, отталкиваясь от дома Давида. Вообще в одни Иисуса Христа царем над евреями стал какой-то идуменянин, Ирод Великий, прозванный Великим за то, что он там храм восстановил. Вообще многие нечестивцы любят заниматься храмостроениями, но они это делают по той же причине, по какой фараоны строили пирамиды, то есть памятник собственному честолюбию. А в Четвертой книге Царства сказано, жертвы на храм нельзя принимать за грех, то есть из рук грешников. Священник может взять такие жертвы, а на храм нельзя. Храм созидается праведностью. А благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Да будет, да будет. То есть истина, истина, ну то, что на языке оригинала, омейн, омейн, аминь, аминь. То есть воля Божия, когда она совершается, то никто не может ей противоречить, никто не может как-то восставать против нее. И незлобивый Давид одерживает победу над всеми своими агрессивными противниками и врагами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok